что такое что что я ничего не ем что ты кранчишь все передумал но у меня ничего нет я ничего не уши гулять скоро пойдешь до гулять хочешь сейчас кур придет пойдем ну все песен больше не будет что сегодня 5 мая я иду на контрольные взвешивания за пять дней мы есть просто гулял от минус килограмма до плюс килограмма хотя я придерживалась диеты кроме одного дня чем ходили в кино и там торговый центр соответственно нормально что не поешь но в остальные дни я придерживаюсь диеты творог овощи и не в обед только я ела мясо туда и короче у меня показывают из 79 и 5 вот посмотрим что будет что покажет у гинеколога сегодня очень жарко я ходила с утра я сдавала анализы и получилось то что в джинсовке даже было душно сейчас спортивный костюме уже точнее спортивные кофте то что осталось от того что налезает на меня из старого сейчас давайте с мамой после вам расскажу что как объедет уже вечером я сходила к врачу на их весах я все-таки вешу меньше мой вес на сегодняшний день составил все-таки не 79 с половиной а 78 90 соответственно у меня все более-менее я почти скинула 2 килограмма меня похвалили анализы на кровь торчи вич все такое все в норме все хорошо никаких болельщик не подцепила жду кольку я должен подойти пойдем магазин покупать собаки еду также пришел анализ а кг мочи все тоже в норме завтра у меня узи как оказалось это будет скрининг потому что у нас раньше мы ездили в другую клинику чтобы сделать скрининг а сейчас у нас получается что в той клинике которая делали теперь они как бы к нам не относятся второе утро на вы финиш с того числом сегодня нам 31 неделька я ем творожок я кушу творог уже примерно вот шестой день каждое утро начинается с творога и ем я детский творог как глушу обычный и потом так как он почти в искусстве без всяких дополнений много кисленький чтобы перебить это после вкуса я ем вот фруктовый у меня вот он кушу с груши но иногда я себя балую допустим я могу съесть еще сырную массу либо сырок таки просто калорийный поэтому много их есть нельзя но одну штучку себе позволять спокойно потому что утро нужно кушать много чтобы энергия была больше так как сейчас где-то примерно пол девятого потом часам к 11-12 я уже захочу кушать вот а у меня в 11-40 как раз у себя значит что-то не так что-то 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 будет в аудитории что-то Мероприятие у Золотого кольца. Там, скорее всего, внутри будет какой-нибудь концерт для ветеранов. Пришла я от врача, уставшая, голодная. Сейчас буду кушать. В итоге, что мне сказал врач? Точнее, УЗИстка это, блин, связистка. У меня была та самая, скажем, женщина, которая до этого делала нашим знакомым в УЗИ. Тогда она сказала, что у их дочки амфития пуповины двойной вокруг шеи. Но когда уже настало время рожать, вроде никакого амфития не было, все было нормально. Короче, врач просто, ну, скажем так. Возможно, не совсем квалифицирована до конца в этом плане, не знаю. Вот. Ох, ох, ох. Мне тут в камеру прям пальцы нюхает, пара Макайдер. Вот. Сейчас покажу. Вот. А кто тут руки? А Настя маленькая, видимо, вот. Ой, 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 довольная морда. Она сделала мне УЗИ, малыша она мне не показала, сердцебиение слушать она мне не дала. В итоге она написала, что у меня двойное, видите, пуповины вокруг шеи, что, ну, пот уже лежит головкой вниз. Как я и говорила, я знала, что чувствовала, что он у меня уже в правильном положении находится. По поводу его размеров, ну, он, скажем так, вырос в два раза с момента последнего моего УЗИ в 23 недели. Вес его, там как-то она непонятна. Во-первых, там, ну, раньше было как, допустим, я ходила, там писали сердцебиение. В этот раз не было почему-то указано его сердцебиение. Мне это очень удивило. Ну, в банке именно не было даже такой графы. По поводу его веса, там было написано ПАП, по-моему, не указано прям там, допустим, вес плода, вот так вот. В итоге там написано, что 1535. Предполагаю, это в граммах, соответственно, это 1 килограмм. 535 грамм. Короче, весить у меня уже полтора кило. Вот, ну, большие. Все они, здесь у меня просто бандажная часть как раз выбирает. Здесь испачкали меня это от УЗИ, то, что я вытирала, все равно осталось. Вот этот гель, он, она вообще как-то странно, настолько геля на меня вылила этого. Ой. Ну, и как всегда, она просто молча все делает, ничего не говорит. В итоге, ну, как бы настроение от этого не лучше. Нормально. Тор, ты не стыдно? Не стыдно? Я записываю. Все видят, как ты себя ведешь, что ты бежишь на постели. И даже у комнаты. 7 число. Мы едем забирать нашу коляску. Мы ее уже купили, но мы хотели забрать ее на машине. Но так как дороги перекрыты из-за репетиции парада, соответственно, нам придется самим забирать сегодня ее. Потом покажем. Мы привезли коляску, стали смотреть ее дома повнимательнее уже. Ну, мы ее купили, привезли, все. Мы тут думали, что нам казалось, что бог немного косеет. Думали, может, колесо спустило. В итоге приехали домой, подкачали колеса. А коляску все равно перекашивало. В итоге укрепления вот этих боковых, они приделаны неправильно. Они должны смотреть в обратную сторону. Возможно, из-за этого Люлька немного кривит. Получается, что ее в бок прям подкашивают. Она должна быть повыше. А ее почему-то не стянут вправо. Поедем возвращать, потом ее менять. На новую Люльку, не знаю, возвращать деньги. К словам, я очень расстроилась из-за того, что коляска подкачала. Вроде так, оно нормально все было. Ну, тут выявили, что все-таки что-то не то. Завтра поедем на такси. У нас не получается что-то знакомых там. Короче, поедем на такси. Ой. Упс. Что вам показывают? Поедем отвозить на машине уже обратно коляску. Я уже не знаю, что делать. Просто мы ходили в детский мир. Мне не нравятся коляски, которые там. Те, которые с поворотным механизмом, отзывы у них плохи. Про колеса, что часто портятся. Люльки находятся низко. Мне это не нравится. Что близко к земле. Просто у нас получается, нальчик, уже будет полгода зимой как раз. Ну, в холодную погоду я как-то не очень уверена, что в такие маленькие люльки. Тем более, влезет, там, не знаю, конверты, либо, ну, более-менее, такой, да, теплый механизм конвертик. Ну, вот. Посмотрела в интернете. Не заметила многих мам, чем зиповские коляски. Вот. Нашла новую коляску. Там есть. Тутис, по-моему. Тутис типа классик. Два в одном. В принципе, мне понравилось. Ну, я ее не видела вживую. Соответственно, как бы рискованно брать. Не знаю. Посмотрим сейчас. Либо просто в случае, если нам не смогут заменить эту коляску на нормальную такую же коляску, то нам придется делать возроды нежных средств. Соответственно, покупать новую. Короче, геморрой и тот еще. Хорошо, что мы сейчас начали уже искать коляску. Потому что, если бы это было все-таки во время рода, ну, после того, как я родила, я бы чокнулась. Потому что с ребенком нужно было бы уже гулять, а гулять, ну, никак. Пожалуй, на этом закончу сегодняшний день. Короче, настроения вообще нет. Сам красится. Все потому, что у меня осталось совсем много до родов уже, в принципе, месяц где-то, полтора. В салон идти я не делала смысла давать сейчас деньги за это. Тем более, краска безомидачная. Соответственно, как бы, не страшного. Надевали, я потом все-таки обстрелилась, если что. Сняла видео только что для вас. Блин, в общем, тут камера такая миниатюрная, тут такая крупненькая. Да, моя малышка, которая снимает меня для всяких хоулов, для топов. Сегодня у нас какое число-то? Сегодня, сегодня, по-моему, уже одиннадцатое число. Соответственно, скоро мне взвешиваться за оно. Скоро мне ехать в институт. Причем все в один день. Как я сейчас это справлюсь, не знаю. Сняла сейчас для вас, для кого-то из моей аудитории, видео про дарамы, про топ. Также сняла видео для тех, кто интересуется моей беременностью, что мы купили для малыша. Так что у меня сегодня было бурное начало дня. Я, кстати, чувствую себя более-менее получше. Единственное, конечно, мне все поднадоедает периодически. Но это нормально. Сегодня мы с братом пока вдвоем. Мама едет на сдачу. Поэтому сегодня я была за главного. Я готовила у нас панкейки американские. Кстати, ничего так. На вид, конечно, они были не фонтан у меня. Потому что у меня не было маленькой сковородки для блинчиков. Соответственно, у меня были все блинчики разной формы. Но это мне не помешало. На вкус они получились такие же, как в Эберли Хиллз. И чем мы просто бескорометно рады. Ой, ребят, с коляской вообще беда. Деньги нам пришли за коляску. Ждем, когда придет зарплата еще дополнительно. Потому что нам теперь придется купать новую коляску. А новая коляска у нас дороже выходит. Та коляска... Ой, ой. Он уже зашевелился просто. У нас получалось как? Та коляска стоила 12 600. Данная коляска, которую мы хотим сейчас купить, будет 19,5 где-то. 109... Ну, грубо говоря, 2 в районе от 18... А 19 до 20 тысяч. Просто из того, какую из колясок мы возьмем. Ну, а также мы будем взять коляску все-таки из зиппи. Тут из зиппи. Не знаю, ребят, честно, вообще голову ломаю. Мама не хочет, чтобы были поворотные колеса. Мне же летом вообще удобно с ними будет. Но как зимой. На них хоть и регулируется. Но все-таки у нас тут так, когда как чистят. Не знаю, нормально будет, нет. Кстати, да. Я вчера, вы видели, я красилась. Вот, соответственно, у меня получился почти тот же цвет, что у меня был до этого. Просто больше краснинку, корни. Слава богу, все прокрасились. Это было самое важное. Концы у меня тоже все прокрасились. Также у меня остались до сих пор блики. Те прядки, которые не обесцвечивали. Поэтому я рада, в принципе, что у меня получилось более-менее нормально покрасить самой. Не жалею. Кстати, волосы были мягкие. И у меня была краска от Гарнир. Безамеачная. И у меня как раз шампунь. Сейчас бальзам и маска тоже от Гарнира. Вот эта серия СОС. Которая, в принципе, мне отчасти и помогла. Так что у меня все сейчас в порядке с волосами. Я не расстраиваюсь. Обычно просто, когда крашусь сама, у меня выходит как? У меня корни светлые. Жутко светлые. А концы у меня нифига не прокрашиваются. Вот, представляете, здесь макушка светлая. А концы темные. Но сейчас, вы видите, у меня есть светлые блики. Волосы суховатые из-за того, что у меня накручено все. Налачено все. Ну, в принципе, я сейчас не переживаю уже по поводу концов. Потому что мне осталось отходить всего лишь где-то полтора месяца. Ну, максимум два. Если, конечно, полностью срок отхожу. Поэтому я не переживаю. Мне уже как-то все равно. У меня с носом скоро отрастет. Я уже рада. Сегодня с братом, не знаю, может, пойдем в кофе, когда не зайдем. У него там деньги остались. Так, вообще, я хочу сегодня сделать типа а-ля макароны по плотски. Посмотрим. А так кажется, как будто у меня коричнево-красная башка. Ну, кстати, ничем не нравится. Более-менее живенько. Чувствую себя чуть-чуть помоложе. Ладно, пожалуй, увидимся попозже. Пойду-ка я убирать все за собой. Весь этот срач, вещи и так далее. Потому что снимала я много. Вещи я показывала детских много. Надо все убрать. Увидимся попозже. Я как будто пальцы облизываю. Ладно, у меня что-то с чувством юмора в последнее время не то. Кстати, живот. Вот, когда я сижу. Да, телевиденько. Здесьрать меньше надо. Кстати, про вес. Я опять набрала до 80 килограммов. Но я опять их сброшу. Итак, если вы видите меня в бок. В принципе, живот у меня. Простите. Вот, зараза. Ну, я имею в хорошем смысле. У меня он чуть-чуть, помню, даже приподнялся. Наконец. Малыш так и гляжит правильно. Я не переживаю. Вот, толкает он мне как-то как. Иногда прям так мощненько под живот прям. Он меня толкает уже иногда здесь прям. Под грудь почти. Вот. А обычно у меня, кстати, с правой стороны он меньше находится. С левой у меня чаще всего лежит боком. Я не знаю, он мне так поворачивается, что левая сторона у меня чаще всего выпирает. Очень забавно смотрится со стороны. Даже так ощущается. Я когда ложусь ровно, у меня прям видно, что слева такой бугорчик. Бугорчик идет. Потом уже пупук. Все смещается. Ладненько, ребят. Увидимся попозже. У меня хорошее настроение. Пойду монтировать видео. У меня хорошее настроение. Пойду монтировать видео. Американские панкейки. Здесь тесто. Дорелочку. Посмотрим. Здесь, короче, не такие блинчики, как я хотела. В предыдущий раз я делала по рецепту Саши и Жени. Жене и Гене, по-моему, у меня вышли американские. В этот раз я делала. У меня получились больше полублины, полуоладья. Поэтому показывать не буду. Первый самый, кстати, самый нормальный был. Всем привет. Сегодня 20 мая. Да, 20. Все верно. У меня уже 33 недели беременности. И у меня начал опускаться живот. На самом деле, я сейчас считаю прекрасную информацию по этому поводу. Некоторые пишут, что это нормально. Что с 33 недели начинает опускаться живот. И уже нужно носить бандаж. Что поддерживает правильное расположение мужа. Вот. У тех, кто второй раз рожает, это, скорее всего, уже предвестник того, что роды очень близко. У кого-то из знакомых было так, что начало опускаться живот. И не через 10 даму уже родила. Поэтому я очень надеюсь, что у меня живот начинает опускаться постепенно. И где-то хотя бы к 3 июню у меня тогда уже начнутся роды. Потому что 2 числа мне нужно сдать ГОСА. И постараться защитить в этот день диплом. А иначе все будет очень-очень сложно, если я начну рожать раньше. Потому что мне нужно прийти в себя. Будет труднее готовиться, потому что малыш будет маленький. Я буду вообще не в состоянии, мне кажется, первое время. Но по ней именно с дачи очень большой стресс. Поэтому я надеюсь, что малыш немножко подождет. И появится после третьего. Мы сегодня съездили уже, посмотрели еще раз коляску. Посмотрели кроватки. Мы уже все выбрали. В понедельник поедем покупать коляску. И где-то к этому же времени, наверное, мы купим кроватку. Мне осталось купить только халат, ну, ночнушку для себя в роддом. Все остальное у меня уже как бы есть. Все готово. Неужели это скоро начнется? Немножко переживаю.